Группный план Приказные избы Неправильный перевод Потому что red hot Это красный коп На самом деле То есть полицейские Ну привыкли называть Красный жиров Так ладно Давай не уходить далеко Не будем разбегаться Мыслью подрел Так вот Во-первых На каких условиях Мы хотим взять Потом Мы запланировали Проведение работы В 22-м году К там 650-летию Спасибо большое Конечно Ну вот А есть другие еще Объекты в Кировской области Которые тоже можно Ну вот я же ты говорил По-моему Варианты там другие Могут они предложить Да Что много у нас Что Придется еще раз Переписать письмо С указанием на то Что мы вообще В предыдущем письме Указывали Условия на которых Мы собираемся Приказную избу взять Ну еще раз перепишем Еще раз отправим Посмотрим на реакцию Ну в моем понимании Дежурный надписок Обычный достаточно Срок уложили С 30-дневный Ну конечно Естественно Официальный запрос Официальное письмо В орган госполаста И вот в течение месяца Надо ответить Ответили В общем события Такое Вообще никакое 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 А у нас большая часть Состоит из никаких событий У нас Публикуются какие-то документы Кто-то куда-то назначается Там Реформируется Ведомство Что-то происходит Но по факту Недельно После выходных Ну то есть еще То есть две недели Сталин сделал Сталин сделал Именно товарищ Сталин Первого января Сделал Выходным Так что товарищ Сметанин Ну вот За первое За первое Я еще Ладно Чтобы не тревожить Память Иосифа Виссарионовича А вот второго Можно уже выходить Экстремист В связи с тем Что в 20-м году Много дней мы не работали Самоизоляция была От того что мы будем Больше работать Лучше не будет Поверь мне Потому что здравый смысл Об этом говорит Но я же понимаю Прекрасно Что здравый смысл Зачастую он у нас Не является Основополагающим фактором Если бы Количество работы Превращалось В ее качество Это было бы интересно Но оно не превращается Увы Ты знаешь Готовясь к нашему эфиру Который должен был Во вторник состояться Но перенесся на сегодняшний день Ну ничего Главное Встретились Я зашел на сайт Компании Вятич И прошел опрос Посвященный Новому сорту Это занято Я всем могу посоветовать Это займет буквально Минуту-две Мне показалось Вопрос совершенно Ненавязчивый Абсолютно На вроде того А нравится ли вам Сладость Ну конечно В безалкогольном Пенном напитке Употребляете ли вы Ржаные продукты Нравится ли вам Вкус ржаного Мы по этим ответам Просто поймем Вот эти ключевые точки Я понимаю Что вы так Ненавязчиво Тоненько Видимо Интересует Да Это исследование Фактически Мы его обработаем В самое ближайшее время Потому что В принципе Все готово уже Да То есть Остались детали Уточнить Ну Я планирую Я планирую Конечно Человек планирует Бог То есть Человек предполагает Бог Располагает Что Примерно Ориентировочно Вот это Новое Безалкогольное Разумеется Красное 31 Оно Появится В сетях 1 декабря То есть Уже Совсем скоро На самом деле То есть Мы Опрос Закончим Примерно Часа 25 26 Там У нас Будет Время На то Чтобы Откорректировать Ситуацию Если По опросу Выяснится Что То Что мы Подготовили Оно Не катит Ну Я думаю Что выйдет А поясни пожалуйста На что Конкретно Может Появлять Это социоисследование Я немножко Только На Только На Две Вещи Это Количество Сахара То есть Сладость И Количество Ржаного Солода Который Использован То есть Будет ли Там Акцентированный Ржаной Привкус И Будет ли Там Сладость Настоящая Много Будет Или Мало Если Большинство Ответит Что Нет Сладости Не надо Или Большинство Скажет Что нет Ржаной Привкус Неинтересен То да Придется Тогда Его количество Уменьшать То есть До каких-то Таких Следовых Ну то есть Это те Параметры Сладости Ржаной Вкус Это те Которые Можно Оперативно Доработать Добавлять Что-то Изменить Технологию Либо Не добавлять Совершенно Правильно Ну что 1 декабря Мы услышали 1 декабря Это близко Я надеюсь Что По крайней мере На остановках На Баннеры На На Сайтах Они появятся Буквально В начале Следующей Недели Если не В конце Этой То есть Будем По возможности Информировать И аудиоролики Соответственно У нас Наконец На следующей Неделе Не могу Не спросить Будет ли Что-то В духе Крепитесь Люди Скоро Летние Конечно Мы Переделываем Во-первых Песню Back in the USSR Собственно С этим Слоганом Скорее всего Все и пойдет Ну потому что Рецепт 73 года Я очень надеюсь Что сэр Пол Маккартни Обратит внимание На Город Киров На Варварское Нелицензионное Использование Мелодии Битлз Иск Со стороны Пола Маккартни Это мечта Которую Мы можем Только просто Лелеять Ну вторая Это песня Очень известная Как это В оригинале Рядом Рядом Радость Тебе Да Вот Понял Да Надо Надо Да Да А Или нет Слушай Я вру Да Да Ядерному Взрыву Нет Я вру Они просто Очень плохие На самом деле Будет Перепутали Да Это я уже В своей фанатике Мозговой Закопался Нет Будет на самом деле Вариант И Ленин Такой Молодой Мы переделали На Вятич Конечно вернулся Вятич Такой молодой Да Вот И у нас Получится Вот эти два ролика Мы их Доделаем Запустим На следующей неделе Это Ну Услышать Это и будет Достаточно Ну это Вот Честно говоря Мне это нравится Почему Потому что Это не скучно В первую очередь То есть Это не Навязывается Людям Вот в лоб Там Покупай Во что бы то Не стало У нас Самое лучшее Самое такое Такое Сякое А объясняется Что ребят Ну вот интересно Попробуйте Мне нравятся Эти методы Создавать Так сказать Информационную повестку А не в лоб Бить Давайте Идите Покупайте И потребляйте Хорошо Хорошо Не могу сейчас Не попросить тебя Повторить Основные Какие-то моменты Связанные С этим сортом Безалкогольным Безусловно Чтоб напомнить Еще раз людям Что за продукт У нас готовит Компания Это рецепт 1973 года Той самой Елены Чувачовой Которая делала В свое время Пиво Елены Легендарно Которую мы до сих пор Не знаем Вернуться Не вернуться На сайте Вятича Даже фото есть Вот этого документа С подписью Да Этого работника То есть Они выпустили То есть Вятич Старый завод Еще советский Выпустил В 73 году Если я правильно Помню Порядка 100 тысяч литров Всего-навсего И он шел Со скрипом Поэтому они Отказались От следующей варки Как бы было Признание Целесообразным Мы нашли Этот рецепт Решили попробовать Вернуть Почему Потому что Во-первых Ржаного пива Практически Безалкогольного Разумеется В обиходе Нет Во-вторых Ну Как бы Это такой Back to the USSA Действительно То есть Ностальгия Чувашова Все это Ну это интересно Мы сделали Несколько Предварительных варок Провели Несколько Дегустаций Сравнительных Мне понравилось Я могу одно сказать То есть Она приятная Очень с интересным Вкусом Питкая Легкая Абсолютно Душевная вещь Вот Ну Теперь зависит От кировчан Как доработают Рецепт И вот Этот рецепт 73-го года Возвращающий В СССР Да Ну Будем надеяться Что в данном случае В отличие от 1973-го года Это все сыграет То есть Посмотрим Насколько Кировчанам Это Самый главный вопрос Очень простой Насколько Людям Это понравится Тот же самый Короткий срок Годности 31 день Как уже Вошло уже В привычку Ну Привычка Вот тут Конечно Мучительный вопрос На тему Предпочтений Кировчан Он очень интересный Большой Объемный Хороший вопрос Потому что С одной стороны Меня рост Продаж завода Конечно Радует Конечно Вот эта Направленность В плане Мы сейчас говорим Об этом Сезоне Об этом Годе Нет Этот год Оказался Удачным Достаточно Удачным То есть У нас есть Определённые Приличные Показатели Вполне Роста И по месяцам И по году В целом Но Того На самом деле На что я рассчитывал Когда мы начинали В 19-м Году Когда мы начинали В 19-м Году Я был уверен Что нам Достаточно Быстро Удастся Как бы Вернуть себе Долю рынка Которая была потеряна Грубо говоря С 13-14 Годов Начинали В 19-м Году Ты имеешь Ввиду В том числе Широкую информационную Компанию Да Поддержку Локального Бренда Производства Нашего Родного Исторически Такого Как бы Были расставлены Просто Приоритеты На которых Должна строиться Вообще Вся политика Заботы То есть Расставлены Приоритеты Было Выяснено Стало Понятным Для большинства Что Вот так Так И так Надо действовать Для того Чтобы добиться Лояльности Страны Потребителей Вот самая Главная Задача Люди Должны Понять Поверить Попробовать Убедиться И так далее Они должны Понимать Что они Потребляют Понимать Кто для них Это делает Понимать Из чего Состоит Завод Вот такой Глобальный Регбез Я рассчитываю Что мы С этим Всем Успеем Ну хотя бы К лету 20-го Года Но тут Еще вмешалась Наша прекрасная Пандемия Естественно Вожу Отпечаток На все Процессы Вот Но тем не менее Мы не достигаем Того результата На который я рассчитываю Не достигаем Это меня С одной С нескольких Сразу Сторон Печалит Но Как бы У меня Не опускаются Руки Потому что Я вижу Там Достаточно Большое Поле Для того Чтобы действовать Дальше И Хорошо Прочнее И главная Проблема Это в том Что По прежнему Несмотря на Наши с тобой Допустим Усилия На усилия СМИ Рядовой Потребитель Рядовой Кировчанин Он Руководствуется Во-первых Мифами Про авиатич Раз То есть Там Такие Такие Отрицательные Качества Продукции С нее Вот это С нее Вот это Я слышу Двадцать раз Пересказывал Когда я Интересуюсь Источником Всего этого Это обычно Называется ОБС То есть Одна баба Сказала Кто-то Когда-то Где-то Что-то Но это Мы говорили Не раз Не два О том Что любые Негативные Слухи Они Во-первых Распространяются Очень легко Ну это Понятно Потому что Это Абсолютно Племенной Вариант То есть Когда мы Во-первых Проверяем Кто с нами Кто не с нами Кто еще Воспринимает Этот звук То есть Мы делимся Этими сплетнями И страхами Просто проверяя Своё окружение То есть Информационного Содержания В них Ноль В принципе Нам нужны эмоции Кто там С серой крысой Выступит Да-да-да Совершенно правильно Вот И Во-первых Мифы А во-вторых Люди Действительно К сожалению Не успели Понять Не успели Как говорили В моей юности Вкурить Разницу Между Ерундой Которую Ты видишь На полке И тем Что делает Вяч То есть Я не говорю Что вот Все Что делает Вяч Это какие-то Звезды Космос И так далее Есть определенные Вещи Которые Мне самого Не нравятся Например Ну мне интересно Вот так Я бы добавил Пока не нравятся Но мы работаем Над улучшением Фишка в том Что это во-первых Очень субъективно Как вкус любого продукта Вообще любого Да Субъективного очень много В этой вот Мягко говоря Вот Но Разницу Между Вот этим Так называемым Экспресс Пивом Безокогольным Разумеется Человек должен Понимать Иначе Как он сделает Выбор Я вот Идеальный вариант Волшебность Мы говорили Не раз об этом Совершенно чудесный Вариант Когда человек В магазине Может прочитать Вот ясно Сразу Подойдя к витрине Он читает Сразу Из чего Это сделано Он сразу Понимает Что вот эти Продукты Изготовлены Вот так А эти Вот так Потому что У вяча Ничего Практически Нету Кроме Качественного Состава То есть Это действительно Четыре Как бы Ингредиента Там Семь стадий Процесса Это Сохраняет Еще Вот эти Четыре Семь Семь Правил Там Четыре Ингредиента Это сохраняется На всем На всех этапах Абсолютно То есть У Огромного Количества Цветастых Этих Баночек Бутылочек Вот я Вчера Или позавчера Проходил в метро По-моему Дело в том Что Вот Тот же самый Анекдот Действительно Есть привозные Вещи Безалкогольные Разумеется Которые Качественные Ну Со стоимостью Начиная От 150 Но не на массового Потребителя Во-первых Не на массового А все то Что производится На массового К величайшему Сожалению Оно чаще всего Это лицензионное Производство Где-то в России На старой технике Но Ты никогда Не отличишь Вот так вот Сходу Упаковку Которая сделана Вот Допустим Есть Финское пиво Безалкогольное Разумеется Лаппинг культа Я его пил В Финляндии Мне она очень нравится Очень приятный Хороший лагерь Светлый Очень милый Я пил И я на него Как-то в Финляндии Подсел И приехав сюда Я радостно Совершенно Прихватываю Вот тут же В метро Увидев Бросовую цену Абсолютно бросовую Надеясь Получить те же самые Эмоции Впечатления Удовольствия Управления Выясняется Что оно сделано В клину Это клин Опять же Ну как и многие Да Как и многие То есть это не то Просто категорически не то И таких вариантов Очень-очень много Если бы человек Подходя к пауке Знал что Вот это Вот это А вот это Не вот это Это одна сторона Второе Ну вот была длинная беседа на эту тему Понятно что Скажем так Вот есть просвойка людей Которым абсолютно все равно Что покупать То есть чем дешевле Тем лучше Ну вот минимальная стоимость Это главный аргумент Я думаю их процентов 10-15 есть Для них Вот все что мы с тобой делаем Все что я рассказываю Все что я пишу Или все что я придумаю Не для них Не сдвинет Это абсолютно бесполезно Не поколебимо Если человеку не интересен Врияние Ни на здоровье Ни на вкус Ни на настроение Ни на что А ему интересен Очень такой грубый Примитивный Простой вариант Бах-бабах Вот если ему Бах-бабах Интересно Чем больше тем лучше Чем дешевле тем Да Ну это бесполезно То есть мы У нас нет аргументов Для того чтобы убедить их людей Просто нет Их не существует в природе Вот как я вчера На эфире Посвященный волонтерам Я ржал над рецептом Одного лекарства Где в составе Экстракт Печени Да Печени и сердца Барберийской утки Я с большим удивлением Перевопать в интернет И четко выяснил Барберийских уток В природе нет Их просто нет Что-то вроде Цыпленного табака Да Вот точно так же Как поиск Барберийской утки Это также попытка Убедить эту группу людей Которые покупают Самое дешевое Во что бы то ни стало Что там Какие-то вещи Для них могут Нет Мы не будем этого делать А есть большая Очень большая Я думаю Процентов 20-30 рынка Людей Которые просто Не понимают разницу Вот Сколько мы еще Сил Времени Направлений И сколько мы еще Сделаем для того Чтобы эта ситуация Изменилась Я предполагаю Это год-два еще Конечно То есть мы будем Расти вот так По 5-7 процентов В год Скорее всего Не более Вот К сожалению Мои надежды На мгновенную победу Не оправдываются Знаешь Не хочу конечно Философствовать Ни время И ни место Но мне порой кажется Что Где-то вот в этой плоскости В том числе Лежит этот вопрос Потому что Люди в нашей стране Они же долгое время То государство В котором мы раньше жили Да мы же привыкли Многие вернее Привыкли Что за нас решают То что нам сказали Делать нам надо делать И многие люди До сих пор Просто не могут понять Что всегда есть выбор Ты можешь сам выбирать Не подчиняйся На всевозможные уловки Ходы Маркетинговые В том числе Ты можешь выбирать Ты можешь сам Определять Что для тебя лучше Что полезнее Что вкуснее И так далее Ну вот как-то так Я себе это формулирую В понимающем дело Вот я Ну тут мы начинаем Философствовать Потому что Я раз и навсегда понял Не так давно Кстати Относительно Лет 5 Может быть 7 назад Что менять систему Нельзя Вот по частям Или же Изменив в системе Даже одну деталь Даже что-то Один какой-то Одну составляющую Одну составляющую Ты меняешь ее всю Просто всю Потому что Чуть губже копнув Вот почему человек Не относится ответственно И не выбирает То что ему действительно Важно Полезно Интересно И так далее Ну ты согласен Да что выбор есть Он всегда И человек должен решать Ну для этого надо взять Осознать Что он выбор делает Для этого надо взять На себя ответственность А когда тебе С малых лет Ну обратите внимание Все наше образование И школьное И не школьное Вузовское В том числе Как говорил мне Один американский профессор На заре туманной юности Он говорит Я вот понял разницу Между русским студентом И американским Американский студент Задает вопрос Электрону Он стремится Всеми-семи Вытащить Из него информацию Мало того Что американец С детства Учится Отстаивать проект В дискуссиях Выступая на этих клубах Которые при каждой школе Они есть Отстаивать Свою точку зрения Понимаешь И точно так же Он пытается Вытащить информацию Из лектора Наши студенты Сидят как бараны Они отрабатывают Защетку Им надо потом Просто сдать Получить галочку Или оценку И идти дальше Все Ну я бы не сказал Что у нас Это все массово Есть отдельные экземпляры Но они только Отдельные К сожалению Так вот До тех пор Пока наш человек Не берет Ответственность За свою жизнь Сам По-прежнему Будет ждать Космических пришельцев Без разницы Введения государства Религии Еще чего-то Еще чего-то Абсолютно все равно Кто это будет Но если ты не понимаешь Что ты отвечаешь Само себя Ну вот вернувшись К нашему любимому Безалкогольному Разумеется Пиву Ну вот я Проработав на заводе Почти два года Уже плотно Я для себя Прекрасно понял Что вот есть вещи Которые делаются Естественно Там действительно Подготовленная Очищенная вода Там действительно Подготовленное сырье Там все сделано По технологии Которая Исключает В общем-то Для тебя Вред От этого То есть Ты минимизируешь Все риски Абсолютно И это вкусно Это в нормальных Разумных количествах Полезно И так далее И так далее Плюс я Побеседовал С огромным количеством Не огромным Это на самом деле Я преувеличиваю Там было всего Четыре или пять человек Врачами Разных специальностей Но каких Людей Неплохих Неплохих Врачей Ведущих специалистов И то Что я оттуда Выяснил Мы скорее всего Начнем Тоже массовый Ликбез По поводу Влияния На самом деле Продукции Потому что Это есть Законом запрещено Говорить о полезных Свойствах Ну вот Запрещено Говорить о полезных Свойствах Безалкогольного Пива Этого Я не знаю Это мы выясним В самое ближайшее время Интересный нюанс Да Это очень интересно Вот То есть Для себя За эти полтора Два года Я прекрасно понимаю Что вот Вещи Ну это как Математика Вот вещи Которые Действительно Правильные Вот есть вещи В которых я сомневаюсь Я их не буду Даже Не брать Не озвучивать Ничего То есть Вот это В этом я сомневаюсь В этом я абсолютно уверен И когда я сравниваю Вот уже Но Представляешь Это два года Работая пресс-секретарем Вятича Постоянно занимаясь Этой тематикой Я понял Я сейчас В полном Неудовании А что же нужно сказать И объяснить Показать Кировчанам Для того Чтобы они поняли Хотя бы этот тезис Понимаешь Я захожу После этого В эти магазины Я С некоторым Даже таким Значит Не ужасом А оторопью И Непониманием Смотрю на людей Которые Расхватывают Акционную дешевку Да Я понимаю Что он берет Которые обычно В упаковках Вот где-то В середине торговой площади Стоят Чехи называют Большую часть Вот этого Подкрашенной водичкой Сладкой То есть Немцы ржут Над этим Надо всем Да Просто ржут Потому что Это суррогат Который Распаивают Эборигенов Ну это действительно Так За бусы Покупали То есть Но наш человек Он не понимает Этого Не понимает И Тут начинается Наша любимая Психологическая игра Потому что А кто ты такой Чтоб мне указывать То есть Попробовали Покупать Ну вот тут Вот тут-то Чувство Индивидуума Субъекта Выбора Оно просыпается Да Это ж Мне не навязали Это ж Мне не навязали Выбор Это ж Меня не убедили Подспудно Это я сам Решил выбрать Это дешевая Акционная Ну Очень трудно Очень трудно Убедить напрямую В лоб Практически невозможно Я единственный способ Вижу Это давать Пробовать Качественно Давать Развернутые Понятные Объяснения Из чего И как Делается Нет Я Встречаю Совершенно потрясающие вещи Когда я Вот Меня уже перестало Потрясывать От этого Но раньше Когда я слышал Фразу Там О, Вя, чё Порошковое пиво Я вот Как-то Понимаешь У меня Дар речи пропадал Потому что Никогда такая формулировка Не приходила на улицу Нет Ты знаешь Я слышу Ни один Ни два раза Я видел В комментариях В СМИ На форумах Я понимаю Что человек Просто сказал В нетрезвом виде Как что-нибудь А вот так Всё Но это Никакого отношения К реальности Не имеет Это ни о чём Вообще Это бред Севейший Как был Просто То есть Вот так И вот этим Подпитывается У нас Массовое сознание То есть Этих штук Очень много Ну Будем двигаться В направлении того Чтобы всё-таки Каким-то образом Объяснить Что из себя представляет Настоящий продукт Как он делается Ещё раз Ещё раз А может ты приоткроешь Карты Раскроешь Как Какими ещё Способами Чего в ближайшее Время ждать Действительно По Объяснению того Что Вот это Наше родное Существует Набор А то я чувствую Какую-то усталость Конец года Вот Ты говоришь Мы работали Работали И вот уже Вот определённый Груз какой-то Накопился Он давит сверху И чёрт подери Так тянет Уже остановиться И плюнуть К чёртовой матери На всё Это Ситуативная усталость От бытовых проблем Нет Видишь В чём дело Способов Того Как Грубо говоря Заинтересовать Потребителей Их несколько Это Конечно же Всё-таки Это приложение Вятича Которое Скорее всего Попробуем сделать Мы собирались Сделать уже В этом году Восын О я помню Мы говорили Несколько месяцев назад Но Как-то пока Всё стоит Приложение Это конкурсы Отвятича Но конкурсы Не в виде Разыгрывания Четырёх маек И двух призов Под крышками Что-то более интересное И Это Всё-таки Реклама Именно в интернете Которая Позволит Получать информацию По сортам Многим Вот Все эти Я думаю Что это вопрос Всё-таки Следующего года То есть Даже не Это в декабре Уже То есть Следующего года Мы будем пробовать Так У нас две Две с половиной минуты Остаётся Мы будем ещё К приказной избе Возвращаться Или Хотели просто В конце ещё Понимаешь Приказная избе Это единственное Что я хотел сказать Мне тоже Скорее всего Действительно Какой-то Негативный день То есть Очень многие Там Приказная избе Всё понятно Вятич из неё Сделает Кабак опять Всё-всё Мы поняли В чём дело Ну а я слышу Эти голоса Но Нюанс в чём То есть У Водельцев Вятича У руководства Вятича У них Очень простая С поведенческой Точкой зрения Ситуация Потому что В какой-то момент Они останавливаются И оглядываются И задают себе Простой вопрос А на кого мы похожи Вот что мы Из себя представляем Реально Пока шли Девяностые годы Волшебные Называется рефлексии Да Совершенно правильно Совершенно верно Так вот Пока шли Девяностые Всё было Очень понятно Мы достигаем Добиваемся Богатеем Развиваемся И так далее И так далее А следующий момент Возникает А ради чего Всё это делается То есть Кем мы Остаёмся В памяти Людей Что мы Из себя Представляем Что мы Несём В этот мир И вот Как ни Оглядываясь Вокруг Это мы Автоматически Возвращаемся К теме Образования Кадров Работы В нашей стране Много чего Мы Единственный Ориентир Который Видим Это Революционные Купцы Это То есть Люди Которые Соединяли Предприимчивость Прижимистость Там и так далее И так далее История Очень много С меценатскими вещами И действительно Меценатскими Пройдясь По улице Московской Строительство Богодельных домов В том числе Помощь слабым Обездоленным Сиротам Самое главное Они вкладывались В образование Очень сильно Вкладывались И вот Как раз Вчера был разговор Про коронавирус Оказалось Что только Три предприятия Это Вятич Два Андрея И Перспектива 43 Скирова Чепецка Вот они Втроём По просьбе ВТП Они вложились В Изготовление Розлив Антисептика И больше Особенных Инициатив Со стороны Кировского Бизнеса Нет Вот то же самое С приказной Понимаешь Мы хотим Всё-таки На ступенечку Выше Подняться То есть В отношении Людей К нам И в нашем Отношении К людям Тоже То есть Не сводить Всё К извлечению Прибыли Это не совсем Правильный Будет Подход А к чему Большему Всё-таки Потому что Говорить О том Что Вятич Это местный Завод Местное Свежее Всегда Это Вятич Это здорово Но Это надо доказывать Вот мы Этим Собственно И пытаемся Доказать Время Очень быстро Закончилось Для нашей Беседы Видимо Как-то По-особому Сегодня Бегут минуты Потому что Конец Рабочей недели Ну что Надеюсь На встречу Благополучную Во вторник Да Попробуем В вторник В 13 Всем здоровья Всем всего хорошего Всего доброго До свидания Крупный план